Приветствую вас, дорогие друзья! У нас с вами прямой эфир, в рамках которого мы поговорим о том направлении, которым я сейчас активно занимаюсь, а именно, что такое вообще психологическое образование, как его получать, где его дают, как определить, какой психолог хороший, который плохой. Мы насобирали много вопросов, которые вы нам написали. У кого-то есть какие-то страхи по поводу этой профессии, у кого-то интересуют конкретные особенности этой профессии. Здесь у меня в Телеграме открыт, сделан дополнительный пост общения во время прямого эфира, в рамках которого вы можете писать какие-то свои дополнительные вопросы и комментарии. Вижу, что уже все присоединяются. Александр спрашивает, как подключиться. Надеюсь, ему расскажут, если возникла с этим какая-то сложность. Я регулярно делюсь с вами информацией о том, что для меня кажется каким-то приоритетным, важным проектом и на что я уделяю особенное внимание. В свое время это было, понятно, такое психологическое просвещение. Я занимался тем, что рассказывал о том, с какими проблемами человек может сталкиваться, и про тогдашнюю виктососудистую дистонию, нынешние панические атаки про депрессию, про неврозы. Я писал книги, снимал телевизионные программы и так далее. Следующий большой этап моей работы были исследования в области мышления, где я построил методологическую модель, которая позволяет правильно принимать решения, видеть суть вещей. И соответствующие проекты у нас тоже были созданы. То есть есть такая сложная методологическая, серьезная работа в рамках Высшей школы методологии, наши семинары, различные практические занятия. А есть вот такая для уже употребления. Поэтому у меня были созданы соответствующие онлайн-курсы, в рамках которых различные инструменты мышления я рассказываю, учу ими пользоваться и так далее. Ну и плюс к этому, поскольку у нас в принципе произошла определенная такая трансформация подходов к восприятию материала, в свое время я писал книги, я их и продолжаю писать. Проблема состоит в том, что материал из книг хуже осваивается, и мы видим такую потребность, чтобы это было более интерактивное, более динамичное общение, чтобы были видеоматериалы. И поэтому в наших ресурсах были сделаны, я переначивал книжный материал на такие доступные форматы с озвонами, с выполнением домашних заданий и так далее. Все это мне тогда казалось, сейчас кажется, очень важным. И потратил я на это много сил, хотя, в общем, труд это такой непростой, доступно, понятно рассказывать о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди, обучать их инструментарию достаточно сложному, но чтобы это тоже было удобно и комфортно в восприятии, в формировании соответствующих навыков. Ну и сейчас такой новый этап. В течение последнего года я занимался созданием таких базовых курсов по обучению профессии психолога. То есть не для личного пользования, а о том, как учиться быть психологом, профессиональным, с выдачей соответствующих документов, позволяющих вести психологическое консультирование. Таких три большие программы было запущено. Глубинная психология, в рамках которых мы изучаем, собственно говоря, динамическое направление психотерапии. Динамическое — это от слова динамика внутренних структур, которое предполагается, что есть в нашей психике сознание, подсознание, бессознательное, неосознанное и так далее. Различные компоненты личности. Мы это все там осваиваем и учимся тому, как консультировать клиентов в этом направлении. Плюс к этому был большой курс, который назывался «Психотерапия панических атак и фобий», в рамках которых я рассказывал о том, что такое невроз, как он проявляется, формируется, как работать, собственно говоря, с невротической симптоматикой, справляться с теми самыми паническими атаками и так далее. Следующий курс — это был курс по факт-картам, в рамках которого я рассказываю, что такое психологические проблемы, вообще человека, с которыми он обращается за помощью к психологу, как они внутренне структурированы. Ей кайпой есть инструмент для того, чтобы эти проблемы преодолевать. Дальше продолжается наша работа, у нас будут новые курсы, новые программы. Но сейчас для меня самым главным вызовом становится вопрос подготовки полноценного образовательного трека, который займет два с половиной года, в рамках которого, если у вас есть желание сменить профессию, у вас уже есть высшее образование, и вы хотите получить квалификацию профессиональную психолога-консультанта, вы можете пройти эти двухсплавенгодичные обучения и перейти непосредственно к психологическому консультированию, психотерапевтической практике. Мне кажется, это сейчас очень важно, по причине того, что количество специалистов, которые называют себя психологами, вроде бы очень велико, а качественных, хороших специалистов, которые способны понимать проблему клиента, основываясь на таком научном, отработанном фундаменте, их очень мало. И, к сожалению, все больше и больше психология начинает напоминать какое-то шарлатанство, из-за чего мне лично очень обидно, потому что я был одним из тех людей, который активно занимался популяризацией как раз психотерапевтической помощи. И печально, что сейчас отучится где-то 2-3 месяца, и, значит, не понимая вообще, что такое психика, что такое человек, что такое проблемы личности, какие расстройства бывают психические, начинают оказывать помощь, точнее, начинают оказывать зачастую вред. И поэтому стало понятно, что, в общем, если у меня есть возможность, то я должен сделать такой вклад в образование. Почему? Потому что психологи сейчас будут нужны все больше и больше. Ну, это вообще особенность нашего времени, когда нарастают кризисы дезадаптации, нарастают общие неопределенности, она вся ведет к тому, что у человека начинают формироваться те или иные невротические симптомы, он зачастую даже не понимает, что это уже проблема, обращается достаточно поздно к специалистам и вообще не находит специалистов. Плюс к этому очевидно, что изменения в искусственном интеллекте, про которые я тоже параллельно много работал и рассказывал, и объяснял, и так далее, они сейчас вошли в такую стадию экспоненциального роста. Это значит, что в ближайшие годы значительная часть профессии, она, в принципе, будет компьютеризирована, эти задачи будет решать искусственный интеллект, автоматика, робототехника различная, и так далее. Нам все время казалось, что это где-то далеко-далеко, а на самом деле это, как я и писал в своей книге, «Четвертая мировая война. Будущее уже здесь». Да, будущее наступило, и значительная часть профессии, она окажется скоро не у дел. Проблема состоит в том, что люди-то никуда не деваются, люди есть, и тем более они будут переживать все большее количество кризисов, стрессов, будут испытывать состояние, которое требует профессиональной психологической помощи. Поэтому мне кажется, что сейчас у нас еще есть небольшой временный лаг, когда мы можем, с одной стороны, пересмотреть, как обучаться психологии, а с другой стороны, действительно, получить профессиональное образование, чтобы быть востребованным специалистом. И самое главное, чтобы наша профессия приносила пользу людям, они в ней уже сейчас нуждаются в больших объемах, а дальше их будет еще больше. Поэтому сейчас перехожу к вопросам. Мы их попытались сгруппировать, вопросов было очень много. Поэтому и буду их такой группой описывать, и дальше мы будем с вами разбираться с этими важными вопросами. У меня открыт, как я уже говорил, чат с вашими комментариями. Добрый день, Андрей Владимирович. В свое время очень помогла ваша книга «Средства от ВСД». Спасибо вам огромное, пишет Асия. «Добрый день, Андрей Владимирович. Как вы считаете, может ли человек с расстройством личности работать в сфере психологии, при этом быть полезным другим?» Спрашивает Юрий. На самом деле расстройство личности не является противопоказанием к какой-то деятельности. Понятно, что это особенности определенные. То есть человек немножко по-другому чувствует, немножко по-другому воспринимает какие-то вещи. И так часто бывает, что специалисты с определенным состоянием сами оказываются значительно более эффективными в оказании помощи клиентам с аналогичными проблемами, если они сами научились свое состояние корректировать. Что такое расстройство личности? Это как раз иное восприятие реальности, которое связано с эмоциональным реагированием, которое связано с такими структурами, обеспечивающими ценности и приоритеты и так далее. Поэтому, когда клиент такой приходит, психолог, у которого, будем считать, здоровая психика, хотя, что называется, здоровых нет, есть недообследованные, но у кого у психолога здоровая психика, то как раз психиатрия, она учит тому, чтобы глубоко разбираться во внутреннем мире людей с разными структурами психики. И это непросто. Поэтому иногда люди с какими-то особенностями, можно привести в пример Гарри Салливан, про которого я подробно рассказываю, когда преподаю глубинную психологию, он сам страдал расстройством аутистического спектра, был шизоидным радикалом, но при этом создал целое направление, и все вы слышали слово значимый другой, было создано это понятие Гарри Салливана, и человек с такими особенностями умудрился стать не только прекрасным психотерапевтом, но и невероятно талантливым преподавателем. Хорошо. Я к вашим вопросам еще в чате вернусь. Сейчас давайте немножко пойдем по тому плану, который я наметил с учетом заранее полученных вопросов. Понятно, что среди моих слушателей большое количество тех, кто сам обращается за помощью психологов или думает за ней обратиться. И поэтому таким рефреном звучит вопрос, как определить, какой специалист хороший. Это очень сложный вопрос. Сложный по двум причинам. Во-первых, что значит хороший? Иногда бывают специалисты с разными особенностями, но они очень хорошо понимают профессию и очень хорошо понимают состояние. Поэтому иногда психотерапевт или психолог может не выглядеть как невероятно располагающий, доброжелательный и так далее, но он является хорошим специалистом. Но с точки зрения ведения терапии это не очень хорошо. С другой стороны, есть хорошие специалисты, которые не очень хорошо знают научную дисциплину, психологию, психотерапию. И скорее по наитию что-то рекомендуют, предлагают, как-то удерживают, взаимодействуют и так далее. На мой взгляд, это тоже не самый хороший психолог. Во всем мире качество психологов, психотерапевтов определяется теми ассоциациями, в которых они состоят. Но там изначально психотерапия развивалась не в рамках государственного здравоохранения, как в значительной степени происходило в России, просто очень недолго. Но в рамках таких ассоциаций, первая была психоаналитическая ассоциация, которую создал еще Зигмунд Фрейд, президентом был Альфред Адлер первым, в Венской ассоциации психоаналитической международной был Карл Юнг. И с тех пор появлялись фигуры, которые создавали новые и новые ассоциации, в рамках них проходила и подготовка, и терапия самих психологов, которые работают в соответствующем направлении. И формировались, вырабатывались стандарты, в рамках которых есть некая ответственность, которую несет специалист, практикующий какой-то метод. В России, к сожалению, мы поздно пришли к тому, что человеку надо оказывать психологическую помощь, и ассоциации носят больше такой, как профсоюзы. Вроде бы они у нас есть, но на самом деле это не британские профсоюзы, не французские профсоюзы, где есть система, есть ответственность, есть коммуникация с органами власти, есть внутренний аудит какой-то и прочее. К сожалению, у нас этого нет, и дальше остается пытаться с этим разбираться, как есть. Ну, что, на мой взгляд, должно вас говорить о том, что специалист неплохой? Всегда хорошо, когда специалист отработал в каком-нибудь медицинском государственном учреждении. Ставки психологов есть и в психиатрических больницах, и в диспансерах, и в самых разных системах, типа психотерапевтические кабинеты, городские психотерапевтические центры. Я одним из таких, я в свое время руководил городским психотерапевтическим центром Санкт-Петербурга, есть специальное отделение психосоматической медицины, где психологи работают. Поэтому, если у вас нет никаких дополнительных данных, то, во-первых, это свидетельствует о том, что у специалиста есть какой-то опыт, он, по крайней мере, видел разные состояния, и а не просто где-то отучился и согнул в неизвестность. Дальше вопрос дополнительной подготовки. Если психолог, кроме своего психологического образования, развивался в направлении такого когнитивно-поведенческого подхода, то, скорее всего, он не принесет вреда. И есть великая и большая вероятность, что он поможет с определенным спектром состояний, с которыми вы можете к нему обращаться. В рамках западного психологической культуры в качестве страховка, если оплачивает психотерапию, то, как правило, она оплачивает именно когнитивно-поведенческую психотерапию. Я должен сказать, что если вы будете учиться у меня, в рамках той программы, про которую я сегодня еще пару слов скажу, вы будете получать, кроме профессии психолога-консультанта, дополнительные знания, практику, умения, весь необходимый набор инструментария для того, чтобы работать в рамках системно-поведенческой психотерапии. Это как раз следующая стадия развития когнитивно-поведенческой психотерапии, в рамках которой я изначально и работал. И это обеспечивало создание такой полноценной системы. Система поведенческая отличается от когнитивно-поведенческой тем, что она основывается на нейронауках, на знаниях о том, как работает мозг. То есть это не гипотетические предположения, которыми пользуются представители этого направления, ну и вообще всех направлений прежде существовавших психотерапии. Но вот таким нейронаучным подходом у нас с вами прекрасная школа Сеченов, Малов, Ухтомский, Выгодский, Лурия, Симонов, Анохин и так далее. То есть у нас Борис Дмитриевич Корвасарский, то есть у нас такая фундаментальная есть отечественная школа, в рамках которой оказание психотерапевтической помощи, направление когнитивно-поведенческое, оно уместно, так сказать, хорошо, нужно, все есть. Поэтому второе, это медицинское учреждение, это когнитивно-поведенческая, системно-поведенческая психотерапия. Ну и третье, это понятное дело, что сейчас модно, что психологи всячески себя рекламируют на разных площадках, это понятно, но на самом деле важным таким критерием является то, что вам психологи рекомендуют. Вот, хорошие психологи, значит, это не те, кто, ну то есть я думаю, что есть, конечно, те, кто ведет частную практику и себя успевает качественно продвигать, вот, но большинство хороших психологов-консультантов, что называется, на расхват, и у них, как бы, сам я никогда не рекламировался, вот, а очередь у меня всегда была до того, как у меня были книги или телевизионные передачи, вот, потому что если знают, что ты можешь действительно помочь, так, тут дальше у тебя всегда будет, всегда будет клиентская база и профессиональная работа. Так, вот в этом же блоке Екатерина спрашивает, какой эффект после разговора с психологом должен быть, если это хороший специалист, сколько нужно ходить к психологу. Значит, ну, вообще задача первой сессии, она, по сути дела, такая, психодиагностическая, то есть психолог с вами общается, создает вот такой доверительный контакт и задает вам вопросы, по результатам первой сессии он должен рассказать вам о вас, о вашем состоянии, о вашей проблеме так, чтобы вы увидели ее, значит, с одной стороны объемней и понятней, а с другой стороны, чтобы вы чувствовали, что это, что психолог, то, как он вам рассказывает, соответствует вашим ощущениям, переживаниям, состояниям и так далее. Вот, то есть если психолог смог собрать в вас информацию и приземлить эту информацию о вас на свои знания о том или ином состоянии психическом, о той или иной проблеме, и эта штука, что называется, заиграла, и вы это почувствовали, то тогда, конечно, вы существенно можете быть уверены в том, что все это стало работать. После этого, после того, как он вам преподнес вас же самих, он же вас как бы диагностирует, анотомирует, раскладывает и потом вам предъявляет, говорит, вот тут у нас такое дело, значит, и вот такое дело, и дальше он должен вам рассказать, какой план лечения, план консультирования, я, прошу прощения, сбиваюсь, поскольку я все-таки в таком медицинском дискурсе воспитан, вот, правом консультирования, то есть это набор последовательных шагов, которые вы должны пройти, вот, и вы должны, когда он вам это рассказывает, вам должно быть понятно, что он будет делать, почему он будет делать и сколько он это будет делать, потому что любое состояние имеет определенные сроки терапии, сроки работы, любая психологическая проблема, она решается в несколько понятных шагов, вот, которые психолог должен рассказать своему клиенту, чтобы тот ее, как бы, воспринял и вместе с ним прошел этот путь, вот, значит, как правило, для психологических проблем, для невротических расстройств, самых разных, там, фобий, панических атак, значит, агорофобии, там, не знаю, наблядящего какие-то состояния, требуется не больше десяти занятий, вот, и идея, что это должно быть бесконечное какое-то консультирование, это от лукавого, это не так. Да, есть состояние, когда у нас есть какие-то особенности личностные или психические, да, личностные, это, вот, такие особенности характера, поведения, там, и так далее, вот, есть особенности психики, вот, которые могут выражаться, там, в определенном, там, депрессивном радикале, гипертревожности, врожденной, значит, каких-то более серьезных психических расстройствах, значит, вот эти особенности, и личностные, и психические, значит, они предполагают, что человек всю жизнь является в каком-то смысле, вот, вот, как бы, идет по канату, вот, потому что в любом случае может что-то произойти, ну, что-то в жизни случится, и человек декомпенсируется, то есть в обычной жизни он живет после курса терапии, как бы, умея управлять своими личностными чертами, своими психическими состояниями, там, и так далее, вот, но может произойти декомпенсация, она может быть связана с какими-то событиями, как правило, это в круге таких личностных, расстройств возникает, или это связано с эндогенными факторами, ну, то есть депрессия, если у человека эндогенная депрессия, то есть у нее есть такой генетический компонент, вот, то, с одной стороны, ему показан прием антидепрессантов, но это назначает психиатр, не психолог, вот, но сами по себе антидепрессанты не дают, как бы, вот, ну, такого существенного результата, если они не сопровождаются качественной психотерапией, которую уже проводит психолог, который понимает состояние, и так далее, вот, и такие клиенты могут, там, на протяжении значительного периода возвращаться на терапию, проходить дополнительные какие-то фазы терапии, там, и так далее, это абсолютно закономерно, вот, это как, вот, ну, я не знаю, есть гормональные заболевания, там, да, связанные с щитовидной железой, там, или диабет, и так далее, такие пациенты все время принимают препараты, значит, для того, чтобы компенсировать недостаток, вот, это нарушение в обмене веществ, вот, но то же самое и с психикой, понимаете, могут быть в состоянии, когда нужно, так сказать, этим заниматься системно, вот, в этом случае это будет не долгое, вот, а такое, как бы, этапное, то есть клиент будет возвращаться, когда ситуация будет ухудшаться, будет ему помогать, он будет уходить дальше, потом снова, возможно, вернется, это нормально. Так, Светлана также еще спрашивает. Здравствуйте, Андрей Владимирович, как относиться к тому, что психолог на консультации просит представлять себя пятилетним ребенком и просить у себя прощения, или закрывать глаза и, представив свою фигуру, обнять себя и повторить за психологом какие-то слова любви и прощения, насколько это серьезно, насколько серьезно относиться к таким заданиям и действительно ли они эффективны. Ну, вот, не хочу критиковать коллег, особенно, как бы, не видя ситуацию целиком, но, вот, на мой взгляд, это такой очевидный показатель того, что, к сожалению, основная часть психологической помощи, которая представляется сейчас на рынке этих психологических услуг, она носит такой наивный характер. Вообще, это свойственно. Большое количество людей думают, что они, там, от рождения психологи. Действительно, есть люди, которые лучше чувствуют других людей и те, кто хуже чувствуют. Это естественно. Но в этом смысле это психолог по жизни, вот, это не профессиональный психолог. Профессиональный психолог должен понимать, как наш мозг создает те или иные психические состояния, как он создает те или иные эмоциональные реакции, где мы допускаем ошибки, какой конфликт внутренних мотивов, потребностей мы испытываем и так далее. И это знание. Это не просто такое интуитивное какое-то ощущение. Это знание, вот, которое позволяет нам профессионально работать, потому что к вам на прием приходят не ваши знакомые, которые, ну, там, относятся к вашему кругу общения, относятся, как бы, уже вы как-то их выбрали, они же не просто так у вас знакомые, те, которые к вам обращаются за советом, знаете, просто так, да, вот, они что-то про вас думают, поэтому соответствующим образом воспринимают ваши слова, там, и так далее. Вот, на прием приходят разные люди, вот, и здесь недостаточно вот такого интуитивного знания, потому что, ну, ваш жизненный опыт должен быть безграничным для того, чтобы все случаи, так сказать, видеть и слышать, и так далее. Но когда у вас есть набор знаний, вы можете понять, что с человеком происходит, и, соответственно, оказать ему помощь. Вот, значит, как оказывается помощь? Ну, хорошая есть формулировка, да, еще эпиктету она принадлежит, вещи не бывают хорошими или плохими, такими их делает наше отношение к ним. Значит, человек, который испытывает какую-то психологическую проблему, значит, имеет какое-то восприятие ситуации, которое не позволяет ему разрешить эту ситуацию, так, или вызывает какую-то избыточную, непропорциональную, неадекватную реакцию. Вот, и задача психотерапевта, практикующего психолога, она состоит в том, чтобы вот в таком, как бы, универсальном случае помочь человеку увидеть все происходящее так, что он понимает, что ему делать сам, не потому что вы ему посоветовали, а потому что он увидел, он понял, его восприятие ситуации изменилось, его восприятие самого себя изменилось. Вот, и он таким образом теперь видит, как решать какую-то проблему, которая с ним возникла. Если у него какое-то состояние, которое, ну, вот описано, как такое психологическое, ну, это то, что называется неврозами, да, какой-то невроз, вот, условно говоря, панические атаки, там, или депрессивное состояние, вот, то здесь инструментами являются четкий набор последовательных шагов, через которые вы проходите для того, чтобы снизить нервно-психическое напряжение, угасить те, значит, патологические рефлексы условные, да, то, что все же в каком-то смысле рефлексы и мысли у нас автоматические, и состояние у нас эмоциональное производится по определенным паттернам психики, вот, и есть последовательный шагов, через который вы проходите, и человек избавляется от этих, вот, очерченных каких-то форм, значит, невроза, таких психологических, эмоциональных реакций, депрессивных, там, тревожных, раздражительности, апатии, там, и так далее. Вот, поэтому, ну, а если там какое-то используется такое сугестие, да, ну, то есть, вот, такие способы, закройте глаза, вот, представьте себе то, представьте себе это, вот, это такие слабые формы сугестия, внушение гипноза, вот, гипноз бывает разный, бывает классический гипноз, в котором, как бы, человек полностью передает свое психологическое состояние, значит, в управление временное гипнотерапевту, вот, есть эриксоновский гипноз, где вам рассказывают какие-то метафоры, через которые вы там себя как-то начинаете иначе прояснять и чувствовать, вот, есть, ну, пи, нейролингвистическое программирование, где воздействие производится, как бы, в обход вашего сознания, значит, но, значит, вот, есть такой тоже вариант снятия такой очевидной психологической защиты, выполнение каких-то действий для того, чтобы что-то прочувствовать, что-то понять и, значит, в связи с этим что-то начать испытывать. Вот, но я сам не преподаю никакую сугестию, потому что я считаю, что она, ну, вся, носит временный характер и, как правило, имеет побочные эффекты, то есть после того, как мы поставили какую-то инграмму, какую-то доминанту, сформировали в мозге человека, которая искусственно в него привнесена, то, не решив при этом фактического личностного конфликта, когда человек не осознал, что на самом деле его беспокоит, вот, а просто как-то заплатку положил на это, ну, как бы, заплатка порвется, вылезет проблема в другом месте, возможно, в более серьезном, вот, поэтому всегда, значит, я и воспитывался, учился в школе патогенетической психотерапии, это что такое, это, когда мы понимаем, как развивается состояние, да, какие механизмы, какие факторы на него влияют, вот, и как нам, как бы, распутать этот клубок для того, чтобы справиться с самим корнем проблемы, а не пытаться ее латать, как-то симптоматически просто. Так, ну что, переходим ко второму блоку, здесь мы с вами поговорили, какими должны быть знаниями обладать психотерапевт, психолог, консультирующий, значит, как посмотреть на такого специалиста, чтобы представить себе тот, это специалист или нет, вот, сейчас мы переходим к списку вопросов, таких было очень много, я, к сожалению, отобрал только несколько, потому что, иначе, много времени мы будем этим, этому посвятим, значит, большое количество людей задумывается о том, чтобы менять профессию, значит, это понятно, потому что мы с вами оказались в периоде, который называется, который, ну вот, в рамках образования получил такую аббревиатуру, long life learning, то есть это обучение в течение всей жизни, с чем это связано, связано с тем, что профессии меняются, и вот, ну, в свое время было, значит, модно, и казалось, что будет успешна такая-то вот деятельность, туда шли, шли в юристов, в экономистов, там, и так далее, приготовили специалистов, а потом оказалось, что их переизбыток на рынке, вот, вот, и так со многими профессиями происходит, к сожалению, психологов тоже производят в избытке, не обучая их работать, их обучают каким-то абстрактным знанием о психотерапии, о психологии, вот, что, как бы, может быть для них, для самих интересно, но с точки зрения практического инструментария, это не функционально, вот, значит, ну, и понятно, что сейчас у многих встает вопрос, в общем, а что дальше делать, то, что мы превратились, по большому счету, в, как бы, страну менеджеров, у нас менеджеры от всего, от менеджера швабры до менеджера, значит, топ-менеджера, вот, вот, у нас все чем-то мы вжирят, вот, значит, при этом, вот, вот, как таких фундаментальных профессий, на самом деле, на них всегда есть спрос, да, есть спрос на инженеров, есть спрос на программистов, есть спрос на, значит, врачей, и есть спрос на профессиональных психологов, вот, вот, ну, если это именно профессия, значит, а не такое общее знание психологии, вот, или врожденная психология, ну, давайте посмотрим на вопросы, какие тут, от Олеси вопрос, здравствуйте, Андрей Владимирович, подскажите, пожалуйста, как решиться на увольнение, если работать уже не в МАГАТУ, а преследует финансовое, а пресловутая финансовая подушка безопасности, еще не скоро достигнет нужных показателей, вроде и родители могут финансово подстраховать, но их не хотелось бы беспокоить, уже ни отпуск, ни больничный не помогают, хочется прийти к душевному равновесию, чтобы спокойно, эмоционально работать, раньше не боялась увольняться в никуда, это было единожды и вынужденная мера, спасал свое здоровье, а сейчас боязнь финансового простоя просто душит меня перед желанием уволиться, к тому же такое эмоциональное состояние негативно сказывается, на поиски новой работы, полгода ищу, совершенно нет сил энергии куража на поиск нужных вакансий, получается какой-то вялый поиск работы, заранее спасибо. Ну что, Олесь, я по этому поводу вам так скажу, во-первых, вы сейчас находитесь в ловушке, это называется когнитивное искажение, иллюзия, альтернативы, значит, это вообще психолог должен понимать, как мозг принимает решение, и понимать, что мозг совершает целый набор ошибок, значит, есть ошибка, иллюзия, альтернатива, вы думаете, уволиться или не уволиться, вот, значит, на самом деле или-или, это ощущение, как бы, на самом деле вы выбираете что-то одно, это не, вот, будут варианты если, значит, вы думаете, получить дополнительное образование, вы думаете, как вы можете изменить свой набор компетенций и действий внутри компании, в которой вы находитесь, вы ищете, где вы можете получить дополнительный оклад на вашей ставке, и так далее, за счет каких-то дополнительных действий вы можете это совершить, то есть, условно говоря, очень важно, когда вы принимаете решение, рассматривать, не вот это вот, я устал, я ухожу, вот, это так плохо работает, наша задача, во-первых, если вы уйдете в уставшем состоянии, вы точно будете дестабилизированы, потому что, когда вы переходите на какую-то другую работу, когда вы уже здесь выгоревшие, то там дальше вам надо адаптироваться, привыкать к новым нормам, требованиям, ситуациям там и так далее, и это для вас будет очень стрессовым событием, если вы сейчас уже измотаны, то вас это еще больше надломит, вот, поэтому, на мой взгляд, когда вы оказываетесь в такой ситуации, надо сначала, с одной стороны, попытаться возможными психологическими ресурсами улучшить свое эмоциональное состояние, да, если вы решили, что на этом месте работы вам, ну, особенных перспектив нет, и надеяться на то, что вы в рамках нее сможете улучшить качественно свое, ну, самоощущение, самореализацию свою там и так далее, значит, дальше надо посмотреть по сторонам, какие профессии, навыки сейчас востребованы, в рамках которых вы можете, пока они уволились, провести соответствующую, что называется, разведку, боем, значит, поисследовать эти области, возможно, получить параллельно дополнительное образование. Вот в той программе, про которую у нас с 5-го числа, вот с завтрашнего, с понедельника, начинается неделя открытых дверей в Академии технологии и мышлений, я вот буду рассказывать про эту 2,5-годичную программу, вот, это не та программа, где надо все бросить и 2,5 года учиться, вот, она специально так подготовлена, чтобы вы навык формировали постепенно, и при этом без отрыва от своей основной деятельности, то есть вы можете продолжать и работать, и всем не забывать про семью, про близких и там и так далее, но у вас все время будет по чуть-чуть, так сказать, формироваться ваши знания и навыки, вы их будете сразу же практиковать в разных форматах, у нас разные форматы предусмотрены, это и клиентский путь, в рамках которого вы с собой, очень важны все техники, что называется, проверить на себе, понять, как они работают, получить результат, увериться, что вы действительно имеете хороший инструмент на руках, вот, я все техники, которые, значит, преподаю, разработал там и так далее, все всегда на себе проверяю, значит, это все должно работать, вот, поэтому у нас есть вот такой саморабота, есть работа в парах, где вы по четким алгоритмам проходите, для того, чтобы, во-первых, получить навык коммуникации с вашим потенциальным клиентом, посмотреть, что инструменты, которые вы осваиваете, вы их можете, как бы, переложить на жизненную ситуацию другого человека, можете помочь ему, это дело все прочувствовать, сделать соответствующее упражнение, изменить свое отношение к каким-то вещам, и там вы идете строго по таким скриптам, я все это очень подробно прописал, то есть у вас нет ощущения того, что вас что-то бросили в воду и плыви, как знаешь, и так постепенно у вас формируется навык, вот, и вот там вы можете оставаться на своем месте работы, которые вас уже, может быть, не сильно устраивают, но пока вы не можете, потому что финансовой подушки нет безопасности, потому что альтернативы вас не очень устраивают, вы можете продолжать осуществлять эту деятельность, получить дополнительную квалификацию, почувствовать себя, так сказать, уже реинкарнировавшимся, вот, и дальше, соответственно, у вас уже есть профессиональный навык, вы уже востребованы на рынке, вот, и вы можете, так сказать, менять профессию, вот, поэтому, вот, просто волевое усилие, давайте все бросим, а там посмотрим, на мой взгляд, не самое правильное, значит, пока есть у вас какая-то стабильная работа, вот, и вы хотите что-то существенно поменять, то вам нужно потратить просто время, значит, для того, чтобы параллельно с этой работой получить такой навык, который вы сможете потом предложить рынку, вот, чтобы на него был спрос, вот, поэтому, вот, поэтому, такие рискованные движения, резкие шаги, вот, я бы не рекомендовал, значит, ну, ну, опять же, потому что просто это перенагрузка для нашей психики, которая нам не нужна. Так, Фатима меня спрашивает, здравствуйте, у дочери сейчас стоит выбор, в какую сферу пойти учиться, в IT или клинической психологии, хотелось бы услышать ваше мнение, ну, я занимаюсь и IT, как, я работаю все-таки в крупнейшей российской компании, которая занимается созданием искусственных интеллекта, и, значит, различных вот технологических решений в Сбире, вот, значит, ну, и, как бы, я сам, конечно, из клинической психологии, значит, я вам должен сказать, что обе сферы, они по-своему интересны, значит, и у каждой есть плюсы и минусы. единственное, из-за чего в некотором смысле я переживаю, значит, вот сейчас очень большой спрос на IT-шников, на разработчиков, которые создают программный продукт. Вот, но, значит, тенденция такова, что в самые, там, несколько лет, значит, работа человека, который занимается программированием, вот в таком, как бы, джуниор, как это такое, для молодых программистов, это джуниор, они закончили, и джуниор, значит, работа для джуниоров заканчивается, то есть, как из психологии будут вымыты все психологи, которые не понимают досконально, как устроена психика, как формируются те или иные психические состояния, как помогать человеку решать проблемы, вот, их тоже заменит искусственный интеллект, скоро будут такие виртуальные помощники, которые вполне смогут такую палеотивную, несложную психологическую помощь оказывать, вот, в конце концов, они вполне могут сказать, закрой глаза и послушай, я тебе сейчас расскажу, тебе опять лет, вот, обними своего отца, вспомни, как ты его любила, там, и так далее, вот, вот такую дурость, значит, искусственный интеллект может предлагать в больших объемах скоро, вот, и будет это лучше даже делать, чем, значит, вот такие, говорят, психологи, значит, но, если мы говорим про, значит, да, и тоже, вот эти наши айтишники, к сожалению, вот весь джуниор тоже будет весь вымыт, то есть останутся только такие яйцоголовые, значит, программные инженеры, архитекторы, вот, которые будут заниматься управлением сложных, больших систем, значит, а, как бы, вот это все будет делать искусственный интеллект, он уже сам прекрасно программирует, вот, сейчас разные компании отрабатывают разные продуктовые решения, то есть, вот как заставить искусственный интеллект решать любую задачу, они уже, ну, в таком примитивном режиме, сделать сайт, делать мобильное приложение, там, и так далее, они это делают уже на раз-два, вы нарисуете на бумажке, покажете ему, как вы хотите видеть, чтобы выглядело ваше мобильное приложение, и он вам сделает, будет получено такое мобильное приложение, то есть, как бы, вот, если у дочери есть потенциал на то, чтобы она такой стала настоящим математиком и инженером сложных интеллектуальных систем, тогда, значит, надо идти войти, если такой уверенности нет, то, конечно, психология выглядит более выигрышным решением, почему, потому что, ну, человек сильно не усложняется со временем, скорее, и наоборот, он упрощается, вот, знания о человеке становятся с каждым годом все более объективным, все более доступным, потому что современные методы исследования позволяют, ну, огромный, как бы, вот, пласт, раньше же психология развивалась наугад, шли во тьме, вот, потому что не могли в мозг заглянуть, начиная с 90-х годов стала развиваться вся функционально-магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, другие виды исследований мозга, которые позволили нам увидеть, как эта штука работает, вот, и как на нее влиять, чтобы она меняла свои, так сказать, настройки, свое поведение и так далее, вот, поэтому, значит, человек не усложняется, в отличие от искусственно-интеллектуальных систем, наоборот, становится более понятным с помощью современных, вот, таких, это научного подхода, который я все время продвигаю, рекламирую, вот, и, ну, понятно, что в этой, как бы, области все время будет клиентура, вот, в свое время мне, маленьким был, я рано решил, что стану врачом, потому что просто другую альтернативу не знал, и, значит, ну, и ко мне спрашивали, где ты будешь, вот, я был врачом, мне говорили, молодец, всегда на хлеб сможешь заработать, значит, вот, люди болеют, поэтому врачи нужны, вот, люди страдают, вот, вот, нужны психологи, значит, поэтому, ну, тут я, как бы, рассказываю, дальше вы уж там думайте. Так, Оксана меня спрашивает, здравствуйте, мне зачастую очень сложно выбрать направление своего дальнейшего развития, деятельности, я пытаюсь все просчитать, учесть, но возникает масса сомнений в выборе, пугают риски, неопределенности, в итоге я так и остаюсь на прежнем месте, ничего не меняю в своей жизни, подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации, стоит ли рисковать, или есть другие варианты. ну, Оксана, я вот вам так скажу, вот смотрите, вот вы когда, все, вы же занимаетесь, это в психологии называется негативный прогноз, значит, вот вы представите, я вот буду делать это, и тогда, и дальше смотрите все, что может плохое случиться, что может не сластись, там, и так далее, значит, можете ли вы из этого принять объективное решение? Нет, так не бывает, да, значит, задача, она состоит в том, не в том, что какие риски вас ожидают, а что вы можете выиграть, если вы будете делать что-то, то есть, вот вы смотрите на какую-то профессию, и видите, что это профессия, если вы ее освоите, и делаете это как следует, она даст вам вот то-то, то-то, то-то и то-то, есть другая профессия, вы можете ее тоже освоить, значит, и посмотреть, и что она вам даст, то есть, вот надо исходить все время из того, что вам даст ваше образование, ваша подготовка, ваше новое место работы. Не из рисков, а из... Потому что мотивируют за нас не страхи, мотивируют нас ценность. И именно ценность, она позволит нам как бы обучаться и совершенствоваться там и так далее. И мы должны увидеть ценность в том, что мы осваиваем. Понимаете? Потому что очень важно эту свою профессию любить, но не в смысле того, что я просто люблю быть психологом, а потому что вы понимаете, что эта профессия дает вам заработок, определенные самоощущения, дает понимание жизни, которой нет у других людей, дает вам взаимодействие с разными. Все-таки психолог за свою жизнь видит такую красоту, жизнь, ее многоплановость, многоаспектность и так далее. Я бы никогда в жизни не познакомился с совершенно разными людьми из всех возможных сфер, понимаете? От космонавтики до охранных агентств, понимаете? Вот. И так далее. Ну, как бы, из всех ты узнаешь за счет этого. Поэтому, ну, как бы, если вы думаете про то, что вы можете получить эту профессию, да, и любите ее, именно за дары, которые она вам дает. Вот. И так, если вы будете относиться, то вы из своего вот этого защитного такого пассивного режима перейдете в ну, как бы, совершенно в другой внутренний регистр. Вы после этого сможете понимать, что вы готовы идти, делать и так далее. Потому что дорогу в любом случае осилит идущий. Вот. Вопрос, какая его мотивация идти. Если он смотрит и говорит, ой, там и то будет плохо, и то, и то, и то. А там вдруг что-то, это, пятьдесят. Ну, слушайте, ну, кто сдвинется с места? Ну, хоть как бы себе представьте на месте. Ой, не понимаю. Кого вы думаете? Так, там будет то-то, там будет и это, и это хорошее будет, и это мы получим. И тут мы сможем. Тогда сразу ноги, так сказать, в пляс двигаются. Так. Наталья меня спрашивает. Как человеку оценить, правильно ли он распределяет время и жизненные ресурсы между сферами жизни, работа, семья, хобби? Что делать, если его постоянно ощущение и раздражение, что хобби и семья недополучают ресурсы, все время захватила работа и командировки, а другой работы просто не найти, потому что узкая специфика? Ну, значит, во-первых, если у вас работа с узкой спецификой, то тут вот как раз нужно побеспокоиться, насколько долго значит, вот в этой сфере вы сможете действительно продолжать работать, потому что узкая специфика может закончиться тем, что просто или отрасль это будет закрыто, или значит, какие-то технологические решения будут приняты, которые вас из этой узкой специфики, так сказать, выправят. Вот, ну, как бы, это важное обстоятельство. Значит, если говорить про распределение силы ресурсов, значит, мы немножко сейчас находимся все в таком искаженном восприятии реальности. искаженность состоит в том, что мы постоянно наблюдаем за образами жизни людей, которые вроде как все успевают. и даже, значит, в популярной психологии есть такой синдром упущенной жизни. То есть, человеку кажется, что все настоящее, реальное реализуется как бы за пределами его жизни. У других все получается, вот у них там и дом, и работа, и карьера, там и так далее, вот, а у меня нет. вот те и ездят где-то, и там, и что-то там как-то радуются всему, а я тут сижу. Ну, во-первых, это иллюзорная картинка, которую нам создают блогеры и продают ее. На самом деле их жизнь вовсе не так весела, как это выглядит в их бесконечных, значит, социальных сетях и прочих, значит, ресурсах, или телевизионных программах. там проблем, поверьте, с гаком, особенно еще, что они все с особенностями личности, к началу нашего разговора возвращаясь, должен вам сказать, что там проблем просто веер, вот, веер, да, вот, это первое. Значит, ну, первое, нужно понимать, что вообще жизнь, она как бы имеет вот свои какие-то сложности, ограничения там и так далее. Значит, второе, значит, важно, не то, сколько времени вы уделяете. Важно тому, насколько у вас глубокий психологический контакт с вашей семьей, с вашими близкими, там и так далее, вот, потому что, ну, человек может быть физически все время быть рядом, и его может не быть. Кто-нибудь с такими ситуациями не сталкивался. Вроде и есть, а на самом деле просто место занимает, да, очень важно глубокий такой психологический контакт, кого-то другого поддерживаете, кого-то другого понимаете, способный на одной волне так сказать, находиться и двигаться там и так далее. Именно это определяет то, что у вас все хорошо в личной жизни, а не время, просто приведенное друг с другом. вот, ну, важно понимать проблемы, с которыми сталкиваются близкие, уметь реконструировать то, как они видят жизненную ситуацию, как они относятся к вам на самом деле, да, потому что никто же так в прямую не скажет из близких, вот, все будут там как-то полунамеками и так далее, вот, а у вас должно быть в этом смысле понимание, и чем лучше вы это понимаете, тем гармоничнее будут отношения, вот, и работа будет не помехой. Так, смотрю, что мне здесь продолжают писать, спасибо большое, что вы пишете, вот, спрашивают, сохранится ли эфир, вот, эфир мы обязательно опубликуем, значит, ну, просто в чуть лучшем качестве, не просто, вот, сохраним, а его уже сделаем чуть получше, если у кого-то какие-то проблемы со связью, чтобы вы могли потом все это дело увидите. Так, значит, ну, у меня осталось еще несколько групп вопросов, давайте сейчас я о них расскажу и вернусь к вашим комментариям, к посту, где вы, значит, обсуждаете. Значит, вопрос со страхом и, к сожалению, большое количество психологов, получив психологическое образование, испытывают страх и чувство неуверенности, которые связаны буквально с тем, что они получили корочку, но не получили действительного профессии, то есть, они даже, может, формально имеют образование, а профессии нет, потому что профессия психолога, это не, как бы сказать, не прочитанные книжки, это навык, это умение, и, к сожалению, так построено большинство сфер образования, большинство образовательных программ, что психологи учатся вот про психологию, о, о психологии, и кто что выхватил из этого, тот с тем и живет. На самом деле, психология это очень, на самом деле, систематическая вещь, вот, я здесь вам это в трех словах не расскажу, вот, но за два с половиной года вы ее легко можете освоить, подчеркиваю, все, у вас есть, конечно, предварительно высшее образование, потому что, по сути, делает такой специалитет, то есть, вы получаете, ну, вот, специальность, профессию, ну, вот, к своему, значит, высшему образованию, неважно, какое оно, техническое, гуманитарное, там, и так далее, вы на любое, любой диплом о высшем образовании, как бы, по сути дела, прошли, как бы, подготовку, когда вы изучили, как бы, общие предметы, да, как бы, общий ваш, как бы, майнсет сформировался, а вот специальность можно получить и после, и вот, в рамках той программы Академии психологии мышления, которая стартует уже 2 сентября, значит, вы, собственно говоря, можете эту специальность получить, вот, ну, сейчас у нас 5 августа начинается неделя открытых дверей, я про это все расскажу более подробно и обстоятельно, вот, и уж точно вы там увидите, значит, как студенты рассказывают про обучение в Академии, и как они практикуют, вот, и вы увидите, что, если ты имеешь профессиональный навык, ты не можешь испытывать тревогу по поводу того, как начать профессию, работать по профессии после того, как ты отучился, ну, значит, вас не научили профессии, вас просто рассказали там про все на свете, приняли экзамены, вот, и выбросили в открытый океан, вот, на самом деле профессия это то, ну, как бы, это навык, это умение разговаривать, строить, значит, конкретный психотерапевтический контакт, проводить то, что называется психодиагностикой, психотерапевтической диагностикой, то есть понимать, что за состояние у человека, да, значит, выявлять причины, знать, какие эти причины, и уметь правильно это дело, как бы, из человека поднять, да, вот, показать ему, каким образом вы будете работать, значит, представить ему план, да, не из головы придумать, понимаете, потому что вы его отработали уже, отработали в рамках своих, собственно, конкретных занятий, конкретных созвонов, там, с выполнением конкретных инструкций, и так далее, и так далее, и тут у вас проблем, конечно, не возникнет, вот, но, значит, вопросы есть, вот, Алена спрашивает, что в 45 лет сменила профессию, выучилась на психолога, но присутствует комплекс самозванца, хотя большой и разнообразный жизненный опыт, есть эмпатия к людям, как преодолеть и работать, ну вот, это вот как раз тот случай, понимаете, во-первых, 45 лет, 35 лет, 45 лет, даже 50 лет, 55 лет, это совершенно не препятствие к тому, чтобы получить новую профессию, значит, очевидно, что новые профессии нам в любом случае придется получать, другое дело сделать это сознательно, сознательно и, как бы сказать, с чувством, с толком расстановка, и другое дело, когда рынок труда настолько поменяется, что нужно будет бежать угорелыми и эту новую профессию ловить, значит, поэтому это нормально, но вот проблема состоит в том, что даже свое образование, Алена характеризует словами, разнообразный жизненный опыт, эмпатия к людям, дорогие друзья, это не является профессией, ни жизненный опыт, ни знание даже каких-то, значит, психологических отдельных аспектов, эмпатия, вот, вот есть, я уже рассказывал, приводил пример Салливана, понимаете, выдающегося психотерапевта с аутистическим расстройством, человек, потенциал вообще не способный к эмпатии, но умеющий работать, да, вот, эмпатия это важная составляющая, и у нас на первый же день нашей недели открытых дверей все участники в нашем канале, в Телеграме получат доступ к такому специальному тесту на эмпатию, может быть, замерить, значит, там интересный, значит, делал моя лаборатория в ней в наук, там есть и аудио, и, значит, изображение, мультимодальная такая диагностика, вот, это вы узнаете уровень эмпатии, но на самом деле от уровня эмпатии качество психологической помощи не зависит, вот, вы, то, что вы способны другого человека чувствовать, к вам же приходит на прием не просто человек, к вам приходит состояние, вы должны понимать состояние, как оно организовано, какие механизмы его сформировали, почему человек чувствует себя так или иначе, почему он именно так себя ведет, почему у него именно такие поступки, знаете, иногда эмпатия даже может избыточная, она даже может повредить, вот, не то, что она прямо вас выведет куда нужно, вот, наоборот, вы должны уметь создавать терапевтические отношения, в рамках которых вы даете человеку ощущение полного принятия и поддержки, но при этом сами, у вас же там внутри головы, вот это я обучаю, когда учу использовать инструмент факт-карты психотерапии, у вас там внутри идет свой собственный параллельный процесс, вы должны продолжать постоянно считывать различные реакции, правильно их оценивать, значит, как посмотрите, о чем они могут свидетельствовать, то есть вы как бы демонстрируете человеку как бы полную расположенность, и такую абсолютную вовлеченность, но при этом у вас идет параллельный интеллектуальный процесс, вы продумываете, что это значит, почему человек так реагивает, почему он на этот вопрос ответил так или иначе, и вы это делаете одновременно, в этом, ну, как бы, вот эта профессия, да, я про что говорю, когда говорю, что эта профессия вас меняет, действительно, потому что вы начинаете функционировать сразу на нескольких планах, понимаете, у вас есть план коммуникации, у вас есть интеллектуальный план, и у вас есть духовный план, потому что вы еще держите в этот момент человека, так сказать, за нить жизни, вот, чтобы она не оборвалась, вот, это проблема вот такого образования без профессии, без навыка, вот, Александр меня спрашивает, здравствуйте, рада, возможно, задать вам вопрос, спасибо за вашу деятельность, скажите, пожалуйста, знаю, чего хочу, понимаю, что нужно делать, но есть чувство, что я не до, недостаточно, мало знаю, не могу помочь человеку, хотя искренне интересуюсь людьми, и за короткий промежуток времени могу наладить взаимодействие, ну, вот, возвращаемся, тут я уже, видимо, буду повторяться, поэтому отвечу чуть-чуть быстрее, значит, очень важно, чтобы у вас сформировался соответствующий навык, вот, у меня в Академии психологии и мышления учится, ну, вот, сейчас я больше рассказываю про вот эту двухсполиногодичную программу, мы ее про себя называем вечерка, да, потому что это можно учиться без отрыва от производства и своей остальной жизни, вот, но у меня в рамках Академии психологии и мышления есть отдельные курсы, которые, значит, ну, которые можно проходить, уже имея психологическое образование и, как бы, благополучно, так сказать, осваивать соответствующий навык, да, и вот, там, условно говоря, сейчас человек, психолог, образование получил, не знает, как пользоваться, прошел курс психотерапии, панических атак и фобий, и, значит, прекрасно, как бы, работает, ну, то есть, это реальная история, это все так и работает, так и задумано, так и происходит, вот, и работает непосредственно с паническими атаками, вот, кто-то прошел курс, значит, проблемы человека, их решение, консультирование с помощью факт-карты, психологи пишут, мы никогда в жизни вообще просто не понимали, чего делать, после, вот, прошли и поняли, вот, и теперь работаем, вот, потому что это инструментарий, да, вот, в рамках программы двухгодичной, это вечерки, про которую я рассказываю, вот, мы все эти инструменты последовательно один на другой нанизаем, если у вас есть психологическое образование, но нет навыка конкретного работы, то вы его можете получить, пройдя программу конкретную по тому или иному направлению, потому что у нас разные направления есть, и такое личностно ориентированное, и связанное вот с различными невротическими симптомами, типа панических атак, значит, связанное с механиками консультирования, вот, собственно, факт-карты, вот, поэтому все типы программ есть, вот, если вы пойдете на вечерку, и будете вот без отрыва от производства, так сказать, их осваивать, то у вас они вообще нанизаются одна на другую, и вы получите абсолютно, так сказать, функциональную профессию, которую можете сразу применять. Так, Дарья спрашивает, я барбер и педагог по образованию, всегда была интересна психология, книги, лекции, общение на эту тему, последний год посещают мысли, может стать психологом, как понять, точно ли я хочу, или только думаю, что хочу. Значит, ну, я в этом смысле рассуждаю следующим образом, понимаете, вот, сейчас у вас есть одна профессия, да, значит, вот вы, так сказать, неуспешно, хорошо зарабатываете, там, и так далее, но, во-первых, эта профессия может вам наскучить, во-вторых, барберы, я так понимаю, никакими бородами занимаются, они могут выйти из моды, значит, барберы и больше не потребуются, и так далее, всегда есть риски, связанные с профессией, поэтому получить дополнительное образование, за, там, по сути дела, небольшие деньги совершенно, и последовательно, комфортно, у нас помещенная плата, там не нужно, так сказать, сразу никаких больших денег носить, и так далее, вот, но, вполне возможно, что это действительно раскроет ваш потенциал, и вы сможете почувствовать, что у вас есть значительно более интересные возможности для самореализации, вот, ну, а так вот, хочу, не хочу, то есть, действительно ли хочу, или не действительно хочу, это, ну, так можно всю жизнь гадать, вот, а потом придется, вот, но уже не будет такого, такой, такого, размеренности, вот, в получении профессии, так, Екатерина меня спрашивает, доброго времени, Андрей Владимирович, команда, подходит ли профессия психолога, если есть склонность очень сильно вовлекаться в человек, его проблемы, не станет ли это причиной постоянного выгорания в этой профессии, или это нормально, и для регулирования собственного душевого состояния, после работы с клиентами, их проблемами, и травмировать, есть специальные практики, и травмами, есть специальные практики, техники, упражнения, спасибо за все, что делаете, это очень важные цены, спасибо большое, Екатерина, значит, я вам прежде всего хочу сказать, что не требуется от человека, психолога, как бы внутреннего погружения в проблему клиента, вы таким образом не помогаете, ну, в обыденной психологии, когда у вас просто пришел человек, и близкий ваш, знакомый, ему хочется поделиться чем-то, что у него в жизни стряслось, вы входите в проблему, вы ему помогаете эмоциональным участием, психологическим, он знает, что у него есть в его стае друг, это очень важно, и это лечит, но когда мы работаем с вами, с клиентами, это не значит, что мы, нам безразлично, что с ним происходит, да, но, понимаете, это же то же самое, что вот врач, например, работает, ну, как бы, вот он хирург, да, вот он делает операцию, ну, он же не должен, ну, так-то, он режет человек, что это он взял, что он может кого-то резать, там, и так далее, вот, и он что, со зла это делает, или как, нет, это другое отношение, это совершенно профессиональное отношение, оно у вас постепенно сформируется, вы его в процессе обучения прочувствуете, вот, и, напротив, ваша внутренняя устойчивость только усилится, ваша внутренняя стабильность только станет полноценной, то, что вы будете опираться, вот этот, на свой, вот этот, вот, как бы, главный план, внутренний, да, я говорю, что мы работаем на нескольких планах одновременно, вот, и он у вас будет, наоборот, с каждым клиентом, которому вы помогаете, он у вас будет становиться все масштабнее, там, и так далее, вот, это, ну, плюс психолога, это то, что он работает в целом, в, ну, в таком режиме, более щадящем, что называется, он может где-то увеличить время для своего отдыха, где-то может, наоборот, более активно работать, и так далее, вот, я не вижу здесь, наоборот, мне кажется, что очень важно вам научиться своей собственной эмоциональностью работать таким образом, чтобы себя не, как бы, эмоционально не раздергивать, наоборот, чтобы любая жизненная ситуация вас, как бы, усиливала, потому что в этом-то мудрость и состоит, да, что мы перестаем реагировать из-за всякой ерунды, мы видим наперед, мы способны понимать, что дальше будет происходить, к чему, что приведет, там, и так далее, вот, в чем, ну, фундаментальность психологического знания, и, то, того опыта, который вы получаете, в результате обучения, для следующей практики, вот, так просто, выгорание приходит, когда вы стараетесь помочь, а не можете, хирург не оперирует, если он знает, что неоперабельно, как вы знаете, что вы можете, а психологическими проблемами вы можете, там, может быть, с психическими расстройствами разными вы не можете, но это другое дело, ими занимаются психиатры, но с психическими состояниями, такими, как бы, динамичными, функциональными расстройствами вы можете справляться, и почему вы должны чувствовать себя выговорившим, наоборот, хирурги у нас работают до последней, там, не выгоняешь их, уже с туалетом, и они там продолжают, так сказать. Так, ну что, значит, еще несколько вопросов про особенности профессии психолога, перейду к вопросам, которые у вас здесь накопились во время трансляции. Значит, Елена спрашивает, делятся ли психологи по специализации, или любой компетентный психолог разбирается в любом вопросе, например, семейные отношения, страх, ожирение и так далее. Значит, ну, бывает по-разному. Значит, самое главное для работы психолога, вот я просто на примере вот этой программы, которая два с половиной года, она, собственно говоря, реализуется, обучение. Вы получаете глубинную психологию, то есть узнаете про все, что связано с внутренними структурами, динамиками психики. Вы получаете то, что называется, Вогоцкий называл вершинной психологией, это, как личность развивается, совершенствует, через какие фазы она происходит, какие кризисы она претерпевает, какие выборы она совершает, там и так далее. Дальше вы изучаете, как мозг, так сказать, связан с телом, как наши эмоциональные реакции, переживания и так далее поражаются на телесном уровне, как появляются панические атаки там и так далее. Вы узнаете, как формируется невроз, это всегда внутренний конфликт, конфликт внутренних потребностей. После этого вы осваиваете инструментарий, связанный с непосредственным консультированием и решением конкретных проблем человека. Значит, здесь вы тоже осваиваете соответствующие технологии работы с невротическими расстройствами, работы с паническими атаками, симптомом и так далее. Значит, вот это первый, по сути дела, год обучения. Вот вы получили как бы базу, вы понимаете, что такое человек, вы понимаете, что такое человек и мозг, вы понимаете, что такое невротические расстройства, вы умеете с этим делом консультировать. именно поэтому у нас после первого года начинается стажировка. То есть, вы можете уже как бы в виде стажера постоянно консультировать, принимать и сможете накопить клиентскую базу. Значит, дальше у нас начинается следующий год обучения. И вот почему я сейчас отвечаю на этот вопрос, про него стал разговаривать. Значит, второй год обучения выстроен таким образом, что мы с вами осваиваем системно-поведенческую психотерапию, которая является универсальной психотерапией. Значит, это не значит, что вы как бы не можете потом выбрать себе специализацию. Например, работать как семейный консультант, или как работать с пищевыми расстройствами, работать с навязчивыми состояниями, какими-то игроманией, и прочее. Можете выбрать себе отдельно, если вас просто сильно заинтересует конкретная область. Но в целом вы получите весь инструментарий работы с психикой. психика это в каком-то смысле механизм. Есть набор инструментариев, который настраивается потом под разную сферу. В основе этого инструментария одни и те же принципы, и одни и те же механики. Другое дело, что вы работаете с расстройством пищевого поведения, с андрексией, с булимей, или вы работаете с игроманом, или вы работаете с алкоголиком, или вы работаете с человеком, с навязчивыми какими-то состояниями, или вы еще что-то, неважно. Значит, у вас вы получите весь инструментарий, конструктор, который мы по ходу обучения будем изучать и настраивать наши терапевтические возможности под разные состояния. Единственная особенность существенная это то, что мы будем проходить на курсе, это психология, мужская и женская психология, это отдельные области, специфика связанная с гендером, и то, что важно знать по сексологии, в рамках сексологии медицинская специальность, поэтому мы то, что в рамках психологической составляющей тоже освоим, и семейное консультирование, вот это мы с вами освоим. То, что из такого детской психологии мы с вами освоить не будем. Мы будем понимать, как формируется личность, мы будем понимать, как психологические комплексы формируются в детском возрасте, как они проявляются потом, как это используют, и так далее. Но, собственно, детскую психологию мы с вами в рамках курса, где вы получаете профессию психолога, консультанта, с дополнительной подготовкой по системной поведенческой психотерапии, только детской там не будет. Потому что детская это специфическая, там действительно много чего надо знать, понимать, уметь и так далее. Поэтому детская не будет. А вот это то, с чем приходят 99% клиентов, которые обращаются за помощью для адекватной психолога. Если к вам придут, попросят, чтобы вы искали номер выигрышного билета в лотерею, или придут с распространением и с бредом, вы тут не поможете. Но это не ваши клиенты. Так, Елена спрашивает, какие направления, кроме КПТ, стоит применять для оказания эффективной и быстрой помощи клиентам? Ну вот проблема КПТ заключается в том, что мы сейчас наблюдаем существенный кризис когнитивно-поведенческой психотерапии. Почему? Потому что она сначала развивалась двумя своими мощными волнами и было создано большое количество различных очень эффективных инструментарий, которые до сих пор применяются. Это поведенческие техники, которые помогают или поработать какими-то автоматизмами, которые на подсознательном уровне у человека реализуются, и мы можем создавать обстоятельства, при которых у него будут меняться эти автоматизмы поведенческие. Есть когнитивное направление, которое началось уже с Ароны Бека, с Альберта Элиса, в рамках которых уже развивались такие техники когнитивные непосредственно, это работа с рациональными убеждениями, работа с изменением отношений к тем или иным обстоятельствам и так далее. То есть это такая была сделка. Но потом наступил кризис, который сейчас обозначается третьей волной когнитивно-поведенческой психотерапии, а именно главный тезис это осознанность. Но проблема состоит в том, что те сложные схемы когнитивные, которые предложили работы Арон Бека и его коллеги на тот период, они перестали работать, потому что люди не могут в цифровом мире настолько следить за своим поведением и настолько рефлексировать свои эмоциональные реакции, как это требуется. И поэтому перешли к тематикам осознанности, более гуманистической направленности стал психотерапевтический подход. Но помогать клиентам нужно, просто осознанно тебе не поможешь. Поэтому стали появляться новые направления, и их очень много. Новые направления в рамках вот этой третьей волны когнитивно-поведенческой психотерапии. Это проблемно-ориентированная терапия, это терапия ответственности и принятия, это терапия эмоционально, 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 и так далее. Много различных возникло отдельных школ, направлений, многих классиков этого, не классиков, а людей, которые занимаются развитием этих различных подтипов психотерапии, приезжали в Россию, я с ними сам общался в рамках я как основатель ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, и Дмитрий Юрьевич Ковпак регулярно сюда привозил до последнего времени этих новых лица когнитивно-поведенческой психотерапии, но у них у всех три с половиной техники, которые они продвигают как универсальные, но это всегда просто если ты ездишь на гастролях, проводишь семинары, но для систематической работы этого недостаточно. Поэтому самое главное это не инструменты. То есть инструменты супер важны, но самое важное правильно понять что с человеком. До тех пор, пока вы не можете разложить то, что с ним происходит на всем необходимым полком, вы не можете собрать этот пазл. какой бы инструментарий вы не использовали. В конечном счете, мы в отличие от хирурга не можем вторгнуться в психику человека. Если он сам не сказал, давайте делайте мне гипноз, но как я уже сказал, я не за. Мы не можем влезть, он должен сам почувствовать потребность сделать то того или другое. Он должен сам внутренне созреть к тому или другому. Поэтому наша задача так понять этого человека, чтобы нашими инструментами мы его к этому подвигли, чтобы эти изменения в нем стали естественным образом происходить, а не потому, что мы на него повлияли каким-то специфическим образом. к сожалению, все неотечественные школы психоанализ, когнитивно-поведенческая, гуманистическая психотерапия не научились так разбирать психику человека, чтобы это было функционально для использования. Каждый по-своему психоанализ свои придумал способы интерпретации, когнитивно-поведенческая психотерапия свои способы, гуманистическая свои мотогенетический подход, он развивался только в России, в школе Бориса Карвасарского, учителя моего отца и моего учителя, и как бы вот это то, что мы понимаем, что с человеком происходит, понимаете, это же, и после этого вы уже весь инструментарий изящно можете использовать, а просто выучите инструментарий, дальше вы будете в неловком положении находиться, когда ваши клиенты будут спрашивать меня, нормально ли, что психолог говорит, что мне надо закрыть глаза, представить себя пятилетним ребенком. Я буду деликатно говорить, ну как бы так сказать, ну наверное, странно. Так, вопрос от Тоники. Здравствуйте, попытаюсь понять, как психолог подбирает инструменты для разных случаев. Я иногда смотрю разные мастер-классы, но всюду видится одно и то же. Здесь разделили себя и свои эмоции, здесь расширили картину мира, здесь поработали с принятием, прогнозом и так далее, у всех свои заходы. От чего зависит эффективность инструмента, от психотипа клиента, возраст, от авторитета, от опыта психолога, от чего-то еще, хотелось бы ясности, если это возможно. Ну, невозможно абстрактно рассуждать про то, какие инструменты, в каких случаях использовать, но я приведу аналогию. Понимаете, когда вы приходите в аптеку, вам кажется, что там миллион наименований, названий, препаратов и так далее, но на самом деле перед вами несколько групп препаратов. И нас, врачи, учат группам препаратов. Мы пока выпустимся, эти препараты уже устареют, там новые будут, а группа будет та же самая. Есть антибиотики, они там имеют свои особенности, инограмм положительные, инограмм отрицательные, это на аэробную фрозу, это на аэробную флору, там и так далее. Есть куча вот этого. И надо разбираться, какая болезнь, какая флора. И почему именно этот здесь показан антибиотик, а здесь не показан. Понимаете? Возьмите психотропный препарат. Их 50% наименований препаратов психотропный, понимаете? Вагоны, маленькая телега. Думаете, кто-то знает их? Никто не знает вообще. Знает три с половиной названий. Зачем? Знают группы. Есть нейролептики, есть атипичные нейролептики, есть трициклические антидепрессанты, есть малые антидепрессанты, есть селективные бетроанбратного захвата зеротонина антидепрессанты, есть транквилизаторы, есть гензидентиаминовая природа, есть современные транквилизаторы. И так далее. И вы знаете группы, вы знаете побочные эффекты, влияние, и так далее. И вопрос, почему врач назначил этому пациенту вот это. Ну потому что у него есть, так сказать, набор джойстиков, которые он двигает там внутри своего головы. И понимает, вот такой человек, такие состояния, такие проявления, такие побочные эффекты, такое все, пятые-десятые. И одно слово вам написали на рецепте. Номером 24. Ну что, дорогие друзья, давайте это я вам рассказал про это. Сейчас посмотрим на вопросы, которые в эфире были заданы. Таисия спрашивает, здравствуйте, Андрей Владимирович, посоветуете новичку, который только получает психологическое образование, как начать вести практику консультирования. Страшно без опыта. Ну, действительно страшно без опыта, поэтому мне сложно рекомендовать. Вот у нас в практике, в нашем обучении, значит, у нас практика вшита, она у вас постоянно происходит. Вы прошли какой-то кусочек темы, вам поэтому дается практическое задание личное, которое вы можете на себе проверить, можете на ком-то, на кого-нибудь кролике, вот, а или можете, соответственно, и дальше обязательно вы это отрабатываете в парах у нас. Вот, поэтому, ну, как бы, как набраться смелости, если у вас есть навык, навык конкретный, ну, как бы, вот нет проблем со смелостью, понимаете. Это вот, понимаете, вот, если на меня надеть коньки, то у меня будет некоторая неловкость, потому что я на коньках не ездил лет десяти, наверное, понимаете, вот. Значит, но конкобежца-то нет, ну, у него навык есть, он его сформировал, вот. Как можно сформировать навык, когда вы, как бы, системы обучения, в которой вы получаете, нет. Ну, пойдите там, пройдите хотя бы один какой-то курс, который вам четко покажет, что вы можете консультировать. Вот, есть, например, там проблемы, проблемы человека и их решения. Консультируем с помощью факт-карт. Вы в процессе собираете десятки факт-карт, своих собственных, в созвонах, там, и так далее, и уже знаете, как работать. Я вот, как бы, а что же значит без опыта-то? Опыта надо в процессе обучения, для этого обучения и нужно. Это все равно, чтобы слесаря учили, понимаете, на бумажке. Ну, наверное, он должен учиться-то, что-то там с аппаратом-то взаимодействовать. Так, Дарья меня спрашивает. Добрый день. Как найти клиентов? Куда примут с таким дипломом? Куда идти? Где искать? Значит, ну, вот, опять же, идея, что, значит, вы выучиваетесь и после этого у вас начинается. Так не работает. Поэтому вы вот у нас год учите, потом вы начинаете стажироваться. Мы вам приводим клиентов, которых вы консультируете бесплатно. Они знают, что вы стажер, что вы, значит, как бы не обязаны их там спасти сразу, моментально. Вот. Но среди этих клиентов появляются те, которых вы можете вести, потому что они, ну, как бы, вы справляетесь с их помощью им. Дальше они приводят следующих, приводят следующих. Вот так происходит в реальности. Вот. Идея, где искать клиентов, вот, она сама по себе порочна. Вот. Они нигде клиент не валяются. Клиенты просто к вам, так к вам не придут. Поэтому задача состоит в том, что вы получаете образование, в процессе этого образования начинаете консультировать, нарабатываете себе авторитет среди определенной группы клиентов, и дальше эти клиенты становятся для вас, как бы сказать, последовательным сарафаном. Вот. Но никаких других реальных способов нет. По мере того, как вы дальше продвигаетесь на площадках. Есть множество площадок, где, собственно говоря, психотерапевты размещают свои, значит, вакансии. То есть, к ним можно записаться, там, и так далее. Мы, со своей стороны, будем вам максимально содействовать, чтобы вы оказались на самых востребованных площадках, ну, вот, с нужным, так сказать, реноме. Вот. Поэтому, ну, вот. А как думаете вы? Сейчас все соцсетки вообще закроют. Какие есть тюлянты? Так. Елена спрашивает. Здравствуйте. В новом формате обучения будет диплом или сертификат? Значит, новый формат обучения, это не новый, как сверхъестественный, да, это дополнительное профессиональное образование. Вы его получаете, значит, имея высшее образование, вы получаете независимо кого. Инженер, гуманитарий, физмат, не имеет значения кого. Менеджер, экономист, юрист, не имеет значения. Если у вас есть высшее образование, вы со 2 сентября начинаете учиться, и через 2 с половиной года вы получаете диплом, в котором написано, что ваша профессия психолог-консультант с дополнительной подготовкой по системе поведенческой психотерапии. Это официальный документ, который говорит, что у вас есть профессия, с которой вы можете трудоустраиваться по этой профессии везде, где посчитаете, ну, где есть ставки такие психологов. И, соответственно, если вам интересует трудоустройство непосредственно в какое-то учреждение. Так, Марина спрашивает, здравствуйте, Андрей Владимирович, какие направления в психологии вы считаете более результативными? Я учусь на психолога, хочу пройти на доп. образование. С чего начать? Обучение гештальтной ступени 3 года. Ну, понимаете, в чем дело? Значит, вот я понимаю, что всем голову закомпостировали разными психотерапевтическими такими нарративами, что вот есть гештальт, есть когнитивно-поведенческое, есть там гуманистическое, есть там какая-то арт-терапия, там и так далее. Слушайте, ну вы в любом случае работаете с человеком. Ваша задача понять, как он внутри устроен и каким образом на это влиять. Значит, вот гештальт, он описывает человека, он не говорит про внутреннее устройство, он описывает. Вот, говорит, вот это граница, это вот, значит, тот, это вот в то поле, это здесь, это 5-10-е, там и так далее. Это описание, да? Это непонимание непосредственных механизмов, как человек принимает решение, входит в то или иное состояние и так далее. И если вы хотите стать профессиональным психологом, вы должны научиться понимать, как психика человека работает. Не вот абстрактное какое-то описание, что вот там суперэго с бессознательным, значит, в тяжелом бою, что-то делает. Это не психика, это фантазии Фрейда и психоаналитиков на тему этого. Вот, в психике есть динамические стереотипы конкретные, есть принцип доминанта, который говорит о том, как все организуется. Есть базовые биологические потребности, которые определены уже и доказаны, и имеют локализацию в своем мозге. Есть системы отношений, в рамках которых человек себя проявляет и каким образом. Есть его способ моделирования реальности, то, как он создает свое представление о мире, и как можно с этим представлением о мире работать. Есть его тенденция такая к адаптации, потому что он постоянно к чему-то привыкает. Это характеризуется определенными фазами, периодами, обстоятельствами. Это то, что нужно последовательно собрать у себя в голове, а потом можете хоть гештальт, хоть еще что-то. Потому что в конечном итоге сами психические инструменты, на которые мы можем воздействовать, они ограничены. Это те самые динамические стереотипы, это экзогенные или иногенные концы доминанты, это различные аспекты поведения. То, что мы можем делать с телом, то, что мы можем делать с восприятием, то, что мы можем делать с внутренними установками в структуре дискурсов, то, что мы можем делать с речевым поведением, речевыми формулами. Что мы можем делать в рамках социального поведения, социальных ролей, их трансформаций, личностного развития и так далее. Это все вещи. Я думаю, что если вы присоединитесь к нашему каналу, который мы ведем в Телеграме, в НОДе, ссылка есть же у моих участников эфира, у всех, есть ссылка на Телеграм. Завтра стартует неделя открытых дверей. Я неделю буду читать вам мини-лекции. Я буду объяснять все вопросы очень детально, педантично, чтобы у вас было полное понимание того, что я вам предлагаю делать. И если вы даже пока не собираетесь психологическую профессию получать, зачем это, как это, как понять, что психолог, непонятно кто там и так далее. Значит, будут у нас там, для меня это праздник, все-таки я такое большое дело затеял, значит, двухполагодичное образование, поэтому у нас будут подарки, 180 книжек только популярных, я всем подпишу, разошлю, 60 монографий. Вот, значит, у нас значительное число, мы подготовили грантов на обучение, но гранты, книжки будут разыгрываться, а гранты надо будет, так сказать, ответить на вопросы. Вот, а вопросы будут, надо будет смотреть мои лекции, которые я буду давать вам каждый день в течение недели, ну, маленькие, там по 15 минут 20. Вот, там я пасхалки прячу, вы потом будете пасхалки разгадывать, кто первыми разгадает, тот получит, значит, гранты мои персональные на обучение. Вот, так что, в целом, у нас там все будет весело, динамично, со всякими разными сюрпризами, посмотрите, что наши студенты рассказывают про обучение, вот, будет еще дополнительный эфир. Вот, так что, будет, мне кажется, очень полезно и интересно. Ну, сейчас такое время, с одной стороны, как бы, надо что-то искать интересное, потому что, в целом, весь мир такой стал какой-то странный, да? А, вот, а с другой стороны, надо, конечно, чтобы все это придавало пользу, смысл тому, что вы делаете, чем ваша жизнь наполнена. Вот, а психология — это, ну, это фундаментальная вещь, и чем дальше, тем больше цивилизации люди будут понимать, насколько важно и психологическое образование, и понимание, и культура психологическая. Ну, и главное, как помогать людям, которые сталкиваются с проблемами психологического характера. Вот, поэтому жду вас на неделе открытых дверей, жмите на ссылку, обязательно, там надо будет подписаться на канал, потому что никакой регистрации от вас сейчас не потребуется. Вот, вы просто переходите сразу в телеграм-канал, и там уже много всяких разных материалов уже размещено, а с завтрашнего дня начнется прям официальная часть. Обязательно подписаться, чтобы у вас этот канал не пропал, а то вы зайдете, глянете, посмотрите, и пойдете дальше, подумайте, где это было, и будете писать мне, да, владеем, где ссылка, пришлите ссылку. Вот, нажмите приписать, и все у вас будет. Вот, ну, все, на этом сегодняшний наш воскресный эфир заканчиваем. Спасибо вам большое, спасибо за теплые слова, вижу ваши сердечки, значит, и всяческие приятные слова. Спасибо большое, всего самого доброго, пока-пока. Спасибо.